Эта рубрика, она уникальна, на самом деле, она очень важна. Из этого хадиса следует, что есть ваджи, право у гостя на вас, если это у вас гость, он имеет право на одни сутки, чтобы оставаться у вас гость. Это его право, вы не имеете права ему отказать в этом. Он поднял свою голову на небо. То есть Мирдад не спит, наблюдает за пророком. То есть он сам себе говорит, сейчас он обратится с мольбой против меня, и я буду погублен. Факаль. Что сказал пророк Саусен? Это очень важное знание, очень важное знание. Многие, может, и знают, но я думаю, что не все это знают. Что он сказал? Он услышал дуа, решил зарезать овцу, чтобы накормить пророка, чтобы удостоиться дуа пророка. Поняли, да? Мысль саму. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами изучение рубрики фикх человеческих взаимоотношений. Глубокое понимание того, как пророк Саусен относился к своей семье, к своим женам, к своим детям, к своим внукам. Это все, что мы уже прошли, я упомянул. Эта рубрика, она уникальна, на самом деле, она очень важна. Без этих знаний, которые, по сути, своей представляют, как по мне, изучение сиры пророка Саусен, но в вертикали, а не в горизонтали. То есть глубокое изучение сиры. То есть как пророк Саусен относился в деталях, как он притворял в жизнь повеления Аллаха Сауна Тааля, фарды, ваджибы и так далее. Потому что многие мы знаем, что такое фард, что такое ваджиб, что мы должны делать. А когда речь идет о реализации того, как это реализовывать, то есть многие сталкиваются с проблемами. То есть многих бросают в крайность, многие допускают упущение, либо же, наоборот, перебарщивают, допускают чрезмерную строгость и так далее. А изучение реальных, практических примеров из жизни послания Аллаха Саусен как раз нам дает понимание того, как пророк Саусен притворял в жизнь все эти повеления. Итак, в последний раз мы остановились, в последний раз мы говорили о том, мы начали новый раздел о том, как посланник Аллах Саусен относился к своим гостям. Мы упомянули о том, что посланник Аллах Саусен был очень щедрым, а особенно был более всего щедрым в месяц Рамадан. И мы упомянули о том, что посланник Аллаха Саусен из-за своей щедрости, в силу своей щедрости, никогда никому ни в чем не отказывал. Если он чем-то мог помочь, он помогал. Если же не мог, то он делал дуа. Кстати говоря, это качество очень сильно, мы в нем нуждаемся, особенно в современное время. Делать друг друга, за друг друга дуа, потому что уровень жизни, скажем так, он оставляет желать лучшего, но делать дуа друг за друга, сказать благое слово, даже если ты отказываешь своему брату, сестре в чем-либо, в силу того, что ты не можешь помочь. А вот дуа, ты же дуа. Можешь помочь дуа? Сказать дуа, сказать благое слово, сделать дуа искренне. Это отсутствует в нашей, в принципе, культуре. Я бы сказал, даже в менталитете. К сожалению. А надо его прибивать. И это как раз таки из сунны посланника Аллаха. Как это мы уже упоминали в прошлый раз. И мы упомянули о том, что великодушное отношение к гостю, это есть признак веры. Тот, кто верует в Аллаха в последний день, пусть великодушно отнесется к своему гостю. Это хадис. И как раз, по-моему, мы здесь и остановились. Посланник Аллах салсалям хвалил, то есть восхвалял тех, кто угощал гостей. И считал их лучшими людьми. Ибн Аббас передает. Да, будет давлен Аллах. Однажды посланник Аллах салсалям в ночь Йома Табук, в день Табука, то есть это, видимо, связано было все с битвой Табук, со сражением при Табуке. Он сказал, нет более лучшего или подобного мужчине, который бы взял за уздья своего коня, а затем сражался на пути Аллаха. И избегал, отстранял себя от зла людей. И нет более подобного или лучшего мужчины, который находится в пустыне, в отдаленной пустыне, вместе со своими овцами, козами. Он угощает гостя и отдает ему его право. То есть даже вот в одном контексте упомянул, получается, того, кто сражается на пути Аллаха и того, кто в пустыне пасет своих овец, коз, но при этом что? Великодушно относится к своему гостю, кормит его и так далее. Таким образом, посланник Аллаха поднял статус человека, то есть возвысил, восхвалил того человека, который великодушно относится к своему гостю. Посланник Аллаха нам разъяснил детально, смотрите, тут вопрос с фикхом даже связан. Что есть правом мусульманина в отношении другого мусульманина, когда речь идет о гостеприимстве? Что он сказал? Смотрите, это очень важное знание. очень важное знание. Многие, может, и знают, но я думаю, что не все это знают. Что он сказал? Ночь гостя, одна ночь, является правом каждого мусульманина. И тот, кто проснулся утром в его пустыне, то есть в пустыне имеется в виду в хозяйстве у человека, где он живет, то он для него как долг. То есть этот человек, который в роли гостя, он имеет право взять этот долг, либо не брать его. То есть это такая метафора, такой образ. Посредством этих слов, этой формулировки, посланник Анастасову нам говорит, что оказать гостеприимство человеку является вадебом, обязательным. Одну ночь, одни сутки, один день. Мы сейчас детально разберем этот момент. Посланник Аллах, сказал Уфману бин Мат'уну, своему другу, тут прямая формулировка. Поистине у твоего гостя в отношении тебя есть право. Рукба ибн Амир сказал, мы сказали, о посланник Аллаха, ты отправляешь нас, имеется в виду с поручением, с заданием, и мы останавливаемся, делаем привал в том или ином племени, то есть в той или иной местности. Фаляй, ухруна. Они нас не кормят, они нас не угощают. Фа матара. Как же нам быть? Как нам поступить? Фа каля ляна Расулю Ллаху. Тогда посланник Аллаху сказал им, если вы остановитесь на привал в каком-либо племени, народе, и они распорядятся, чтобы вам дали то, что причитается гостю, фа кбалю, примите это. Если же они не поступят так, то возьмите у них право гостя, которое причитается, гостям, которое причитается им. Возьмите это право. Смотрите. Интересно, да? Этот хадис приводит Бухари. Хадисы все достоверны. Что здесь имеется в виду? Силы брать можно или нет? Силы брать не следует. Потому что это приведет к фитне. Хотя с точки зрения шариата это право. В чистом виде. То есть, чтобы вы поняли, ваджиб. Человек приехал с другой местности, в другую местность, с одной местности, в другую местность. Он имеет право, то есть, в обществе мусульман получить приют на одни сутки. Имеет право. То есть, этот хадис указывает на то, что если есть крайне острая необходимость, тогда он имеет право, что требовать это. Другие это трактуют, что он имеет право даже затронуть их честь, коснуться чести людей, тех, которые не дали приют этому человеку. То есть, то бишь, приехали в какую-то местность. У вас есть необходимость остаться на ночь. Вас никто не принимает. Вам не оказывают вот этого гостеприимства, которое является вашим правом. Тогда вы имеете право сказать то, что они заслуживают, по сути. Сказать плохое о них, что они негостеприимные. То есть, затронуть их честь, коснуться их чести. У вас есть на это право. Почему? Потому что они не выполнили свой долг перед вами, как перед гостем. Вот, что здесь имеется в виду. Таким образом, мы раскрыли, видите, раскрыли механизм реализации этого права. То, о чем я говорю. Мы можем знать, что такое право есть, а как это право реализуется, что можно, что нельзя, как при пророке Саусен было, как пророк вел себя, как сподвижники вели себя в том или ином случае. Это мы получаем вот из подобных примеров, знания об этом. Посланник Аллах салам разъяснил детально гостеприимство, когда начинается, когда заканчивается. Потому что есть ваджиб, а есть мустахаб, а есть еще садапа в том, что касается гостеприимства. Абу Шурай передает, посланник Аллах салам сказал, тот, кто верует в Аллаха и в последний день фальюкрим дайфагу джа изатагу пусть одарит великодушно своего друга тем, что ему подобает или его награды, если буквально переводить. Сподвижники спросили в чем же заключается тот дар, которым надо его одарить о посланник Аллах. В данном случае Джаиза перевел как дар. На что он ответил? Каль яуму яуму валейляту день и ночь гостеприимство три дня. Все, что свыше этого, это является садака, то есть проявлением милостыни, милостыни для него. И не дозволяется мужчине мусульманину оставаться у своего собрата до тех пор, или покуда он не ведет его в греховное состояние. Что значит не ведет его в греховное состояние? Сподвижники спросили о посланнике, а как он может его ввести в греховное состояние? на что пророк сам ответил он будет оставаться у него и оставаться в смысле задержаться у него в гостях, хотя у этого человека нет возможности его угощать чем-то, нет возможности его кормить. И тем самым он что? Ведет его в такое затруднительное состояние. Это имеется ввиду. Хадис также приводится у Бухари. Таким образом из этого хадиса что следует? Из этого хадиса следует, что есть ваджи право у гостя на вас если это у вас гость он имеет право на одни сутки чтобы оставаться у вас гость. Это его право, вы не имеете права ему отказать в этом. Далее пребывание еще двое суток у вас трое суток в целом это мустахад это уже поощрительное действие если можете вы это делаете и это следует делать поощряется с точки зрения шариата с точки зрения ислама и сунда а свыше этого это уже милостыня это уже проявление милостыни детализация выглядит именно так в другом хадисе сказано что пророк сказал и не дозволяется ему то есть гостю оставаться у него то есть у хозяина дома до тех пор пока он не ведет его затруднительное состояние на самом деле великодушие которое мы проявляем к своим гостям гостеприимство оно проявляется не в то время когда есть изобилие достаток и так далее оно проявляется на самом деле именно вот это экран великодушие оно проявляется тогда когда человек может быть нет того достатка это яркий пример вообще удивительный яркий пример когда читаешь плакать охота реально Микдад Ибн Амар передает он говорит я и мой друг настолько проголодались то есть настолько были голодными что было такое ощущение что вот-вот мы лишимся слуха лишимся своего зрения от голода и мы начали что ходить то есть то пошли к одним то пошли к другим и никто нас не принял в гости никто нас не принял в гости и мы пришли к пророку и мы сказали о посланник Аллаха мы очень голодны и мы пошли то к одним то к другим людям и нас никто не принял в гости и вот мы пришли к тебе и он отвел нас в свой дом пророк сал сал салем привел его в свой дом а у него в доме три козы и пророк сал салем сказал подайте этих коз и будем надоенное молоко делить между нами то есть пророк сал салем сам бедный нечего есть коза есть подоить и все Будем доить Просто принял их И будем пить Будем делить между нами и пить И мы говорим доили Каждый из них пил то, что им прочитается То есть долю делили на части и пили И мы отдавали ту часть, которая полагается пророку Ему давали и он пил ее Он приходил ночью Тоже интересный момент Пророксусом приходил ночью, он говорит И давал салям так, что он не будил спящего Но в то же время давал услышать тому, кто бодрствует Тоже этика Как салям давать и так далее У нас целая хутба как раз была по поводу салям Затем он отправлялся в мечеть И молился Затем приходил К тому, что ему оставалось Из этого питья, из молока И пил его Далее, что говорит Мехдан, смотрите Ко мне пришел шайтан ночью Я выпил уже то, что мне прочиталось Но он голоден Представьте, ему шайтан начал наущать Факаль То есть шайтан ему сказал То есть он передает эти дурные мысли Которые ему наущал шайтан Мухаммад идет к ансаровцам Они ему дарят То есть дают ему Одаривают его То есть по-любому он что-то берет у них Он не нуждается в этом глотке Он говорит Я взял ее и выпил Не выдержал То есть взял и выпил Когда, говорит, это молоко уже попало в мой живот Но он понял, что неправильно что-то сделал Я уже понял, что его не вернуть Шайтан начал меня упрекать То есть сделать так, чтобы его совесть угрызала уже изнутри Горе тебе, что ты сделал Ты выпил то, что причитается Мухаммаду То есть он придет и не найдет это Это Мухаммад же пророк И он обратится с мольбой против тебя И ты будешь погублен И ты лишишься и этой жизни И следующей жизни То есть вот он, шайтан, как он действует на самом деле Дальше говорит Мигдад Он говорит, на мне был плащ То есть он описывает свое состояние Говорит, на мне был такой плащ Если, говорит, я накрывал им свои ноги То моя голова оставалась видной А если я, говорит, накрывал свою голову То ноги мои оставались видными То есть он не мог, видимо, хорошо укрыться И не мог уснуть Он говорит, я не мог уснуть У меня сон пропал Что же, говорит, касается моих друзей То они уснули И не поступили так, как я поступил И вот пришел пророк И он дал приветствие мира Дал салям, так как он его давал Затем отправился в мечеть То есть как это было по обыкновению Затем помолился Затем пришел, чтобы выпить То, что ему причитается Его долю Открыл, ну, видимо, посуду Видимо, прикрыто было чем-то И не нашел То есть обнаружил, что она пустая И тогда он поднял свою голову на небо То есть Микдад не спит Наблюдает за пророком То есть он сам себе говорит Сейчас он обратится с мольбой против меня И я буду погублен Что сказал пророк Сааса То есть он сделал дуа О, Аллах, от имман, от амани Даруй пищу Накорми того, кто накормил меня Напои того, кто напоил меня То есть Микдад это все слышит Он услышал этот дуа И воспрял духов Интересный был человек на самом деле Вообще поведение, да, интересное Я, говорит, взял этот плащ Натянул его на себя Взял нож Взял нож И пошел козам То есть пощупать, какая из них самая жирная То есть он услышал дуа Решил зарезать овцу Чтобы накормить пророка Чтобы удостоиться дуа пророка Поняли, да, мысль саму Чтобы зарезать ее для посланника Аллаха Он на самом деле там самое говорит И вдруг обнаружил, что ее Что там дует? Вымя Вымя наполнилось молоком То есть я обнаружил, что все три козы Их вымя Наполнились молоком Это проявление на самом деле Му'джида, да, чудеса пророка Который Аллах даровал им Я взял посуду семейства Мухаммада Которую они брали для того, чтобы доить Молоко в эту посуду Я надоил до тех пор, пока пена не появилась То есть выдавил хорошо, прилично до конца И пришел к посланнику Аллаху Он сказал Вы выпили то, что вам причитается этой ночью? То есть посланник Аллаха у него спрашивает А ему-то стыдно ответить Он говорит Он говорит Он говорит Он не стал отвечать Он говорит Выпей Он сейчас принес молоко Выпей То есть пророк Саусом Выпил И отдал мне То есть посуду отдал То есть он опять, видимо, налил Сказал Пей его посланник Аллаха Или там осталось Непонятно из контекста И он выпил Опять вернул посуду Когда я понял Говорит Микдад Что посланник Аллаха Напился до сета Что я удостоился Его дуа То есть С его рук пророк выпил То есть он удостоился Дуа пророка Который он сделал То есть я начал смеяться Его Одолел смех До такой степени Что он упал на землю То есть вот такое состояние То есть он был опечален Погружен в грусть Такую сильную Из-за того, что Все так обернулось Началось так Очень плохо Начиналось Очень хорошо Закончилось То есть Он начал смеяться 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 Что От изнеможения Упал на землю Тогда пророк сказал Это проницательность Пророка Смотрите То есть Откровение же не пришло Не сообщило Ничего Вот это странное поведение Пророк сказал Своим Сразу Понял Что что-то не то Он сказал Типа Что ты Что ты натворил Такого Омирдад Ну если так переводить Из контекста Что Что За плохой Такой поступок Совершил Тогда он сказал О посланник Аллах И рассказал Ему все Вот это В деталях Все что здесь Передается Входись В этом сообщении И тогда пророк Салтарь ему сказал Ма гадзи Илля рахмату Мин Аллах Это есть Милость От Аллаха А фаля Кунта Азантани Если бы ты мне Позволил Фанукилу Сахибина И мы бы Разбудили наших друзей Фаюсибани Минха Чтобы им тоже Досталось От этого Малака Кальфакульт И тогда Микдад сказал Тоже Вообще интересно Видимо Бедуин был Что ли Это чисто На бедуинское Поведение Похоже Хотя Оно То есть Оно Проникнуто Любовью В пророк Сознан Это важный момент Это же Сподвижник То есть Оно Проникнуто Любовью В пророк Сознан Но оно Такое Своеобразное В пророк В пророк Мне все равно Что все равно Имеется Ввиду То есть Если Оно досталось Тебе И наряду Со мной Досталось И мне Кому еще Оно достанется Из людей Имеет ввиду Дуа Это все Это имеет ввиду Вот такой был Прямолинейный Откровенный Человек Да Этот хадис Приводит Муслим Хадис достоверный Хадис Приводится Муслим Посланник Аллах Салсалям Сидел С гостями Общался С ними Уделял им Время Тоже важный Момент Кто-то может Подумать Я же обязан Накормить Угостить И так далее Нет Пророк Салсалям Сидел С ними Оказывал Им Внимание Слушал Что Передает Толбан Вольно Отпущенный Посланник Аллах Тот Который Прислуживал Пророк Салсалям Получается К нам Пришел Гость Бедуин Бедуин Как они Радуются Исламом Как они Усердствуют В намазе Усердствуют То, что Радовало Пророка То есть Они проводили Время Вообще Не это Имеется До тех пор Пока я Не увидел Как Лицо Посланника Аллах Посветлело Стало Светлым И вот Распахнулся Распахнулся День Имеется Ввиду Солнце Встало Это Видимо Было После Фаджра Я так Понимаю Они сидели И наступило Время Покушать Поесть То есть Это говорит Он говорит Меня позвал Он же был Получается Прислуживал Пророку Помогал Пророку Ислам Он позвал Меня И скрытно Дал Знак То есть Тайна То есть Так чтобы Его гость Не заметил Чтобы Дал Как бы Такое Распоряжение Чтобы Своим Женам В частности Аиши Ступай К Аиши И сообщи Ей о том Что у посланника Аллаха Есть гость То есть Пусть она Ла я'лю Имеется ввиду Пусть она Не Проявит Халатность То есть Проявит Должное Внимание То есть Поищет Хорошенько Что же Можно поесть Чем Можно Угостить Гостя Это Имеется Ввиду Калят Аиша Что сказала Этика Обращение Этика Общение Клянусь Тем Кто Отправил Тебя С верным Руководством Уадин Иль-Хак С истинной Религии У нас Нет В доме Ничего С того Что могли Бы поесть Люди То есть Это она Передала Пророк Солбан Это Передал Пророк Пророк В это Время Сидит С гостем Общение Получается Я так понимаю Через Солбана Идет И тогда Он Отправил Меня К своим Другим Женам И все Они Извинились Так Как Извинилась Аиша Я увидел Что Лицо Посланника Аллаха Оно Потускло То есть То оно Было Светло А теперь Оно Потускло От грусти То есть Пророк Солбан Потуск Потускнел Он Не может Накормить Своего Гостя Ему Стало Грустно А этот Бедуин Он был Проницательным То есть Был Разумным Он Понял И он То есть Общался То есть Не прерывал Общение То есть Бедуин Понял В чем Дело По лицу Пророка И по Всему Тому Что Происходило И он Как бы Поддерживал Общение И покуда Не сказал Поистине Мы Жители Пустыни Живем Тяжко В эти Времена У нас Лесна Ки Ахли Аль Абр То есть У нас Наша жизнь Наша Обыкновенная Жизнь Она Не подобна Жителям Города То есть Так как Люди Живут В селении Имеется В городе Нам достаточно Всего Лишь Скулак Скулак Фиников Поверх Которых Мы бы Запили Молоком То есть Он так сам Получается Сказал Пророку Не надо То есть Не надо Изощряться Вот Нам этого Хватает Мы этим Наедаемся Это нормально И это Есть Плодородие Имеется Ввиду Это Супер Это Изобилие Это Достаток То есть Этого Нам Достаточно И В это Время Подле Пророка Салсан Проходила Коза Которую Уже Подоили Мы Ее Называли Самра Коза Пробегала Просто Коза Послан Николаса Салсан Позвал Ее По имени Самра Самра Она То есть Откликнула С назов Посланник Аллаха И прибежала К пророку Он взял Ее за Ногу За копыто За ногу Погладил Ее В имя И сказал С именем Аллаха И на этом Мы остановимся В следующий раз Вмешава Продолжим Субхана Каллаху Мухаммди Кля Иля Аля Нат Настахфиру Каллаху Мухаммана Тубы Я специально Остановил Чтобы Вас Заинтриговать Каллаху 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 Продолжение следует...